Hi everyone! С вами Ева Лорман и в этом видео мы поговорим об осветлении на 1, 2, 3, 4 тона. В принципе они разделяются только лишь оксидами. На 1, на 2 тона мы используем 9 процентный оксид, а на 3, 4 тона мы должны использовать 12 процентный оксид. Так вот, особенность осветления, неважно, неважно где вы это делаете, вы можете делать это обычной бытовой краской, вы можете покупать это в профессиональном магазине, абсолютно нет никакой разницы какой краской вы краситесь. Предположим, вы купили краску и начинаете краситься. Все в основном в первую очередь делают, что сразу же наносят всю краску от корней до концов полностью, при даже первичном окрашивании. Но мы не учитываем одну очень важную деталь. Дело все в том, что это же осветление, а прикорневая зона она всегда осветляется гораздо быстрее. Почему она осветляется гораздо быстрее? Потому что здесь присутствует доступ тепла, это называется в парикмахерском искусстве, то есть идет тепло от кожи головы и примерно на 2-3 сантиметра вот этот отрезок всегда будет осветляться быстрее, чем остальные волосы. Многие этого просто не учитывают, кто-то не знает, кто-то не важно. Самое главное, что сейчас я вам рассказываю, как правильно это надо делать. Так вот, если вы осветляетесь на 1-2-3-4 тона, не важно, вы должны нанести краску отступая от корней на 2-3 сантиметра и распределить ее по всей длине волос. Первичное осветление краской делается исключительно таким способом. Таким образом вы сохраняете здоровье ваших волос. Это в первую очередь, красоту во вторую очередь, естественно хорошее настроение от того, что у вас на голове достаточное количество волос, они блестят, переливаются, радостное настроение и этих трех причин достаточно для того, чтобы прислушаться к этому моменту. После того, как время выдержки и стекло, это примерно 30 минут осветляющая краска, она сработала у вас уже, вы видите, что все осветлилось, все как положено, тогда уже после этого только надо нанести краску на корни на 10 минут. Уже сформировалась какая-то определенная формула. Берем краску, два тюбика краски примерно на среднюю вот такую длину волос. Ну чтобы первичное осветление хорошенечко прошло, обычно на краске при первичном осветлении не экономят. Далее один тюбик или полтора тюбика мы распределяем по всей длине, не трогая корни. Просидели 30 минут, а затем уже наносим, разводим оставшийся пол тюбика второго тюбика оксидом и наносим эту смесь на корни на 10-15 минут максимум. После этого всю смесь нужно обязательно смыть естественно шампунем и радоваться еще месяц примерно, пока не отрастут корни. А вот когда отрастают корни, отросшие корни красятся совершенно противоположно. Вы берете именно эту же краску, только при этом условии работают эти схемы. Это тоже очень важно, нужно это запомнить. Если вы краситесь все время одним и тем же цветом, вы берете эту же краску, но не два тюбика уже покупаете, а тюбик. Этого будет предостаточно. Купили, приходим домой и начинаем процедуру. Разводим весь тюбик 60 грамм и наносим эту краску только на отросшую часть, только на отросшую часть, то есть на корни. Высиживаем, опять высиживаем, выдерживаем, профессионально это звучит выдерживаем, выдерживаем положенное время и затем идем и эмульгируем эту краску, то есть осветленные волосы они не нуждаются в постоянном осветлении вот этой длины. Поэтому наносить на всю длину постоянно вообще ни в коем случае нельзя, потому что волосы просто начнут по длине ломаться. Приходим в ванну, намочили немножечко водой волосы, нанесли 30 грамм шампуня и вот эту всю краску, которую вы нанесли на корни, обязательно нужно сэмульгировать все эти волосы, перемешать эту всю смесь на голове и посидеть ну образно говоря минут 5, достаточно будет. Именно для осветленных волос этого вообще предостаточно. Здесь очень важный пунктик это не сэкономить на нанесении краски на корни, то есть нельзя взять один тюбик и кусочек вот этот маленький, взять сказать у меня голова там маленькая например и мне хватает половина тюбика. Это конечно прекрасно, что можно даже так экономить, но вопрос не в экономии сейчас идет, вопрос в том, что вам нужно в дальнейшем потом ее распределить опять, сэмульгировать и нам надо обязательно что-то распределять, не какие-то остатки или там микроскопическое количество краски, а обязательно какое-то количество краски распределить, чтобы она своими молекулами покрыла чешуйки волоса остального и обновился цвет. Поэтому в данной ситуации экономия не сработает, то есть разводится обязательно полностью весь тюбик и очень обильно намазываются корни. Какие самые распространенные ошибки мы допускаем при осветлении. Первое, при осветлении мы наносим краску или порошок полностью по всей длине вместе с корнями. Это грубейшая ошибка, делать так нельзя. Корни всегда должны осветляться в последнюю очередь. Большинство людей просто игнорируют или не знают эту фишку, но так оно и есть. Я лично наблюдаю постоянно людей с горящими корнями. Это говорит о том, что люди в принципе не дооценивают, наверное, этот момент. Лично мне, например, когда я вижу людей, вот идет человек вроде бы и симпатичный, вроде бы вот старается и длина волос какая-то там и что-то там все макияж какой-то сделал, но горящие корни мне сразу выдают какую-то простушку. Если у человека корни светлее остальной массы волос, это говорит мне лично о нескольких вещах. Первое, он красится, нанеся сразу краску на корни и на всю длину волос. Это первое. Второе, что он это делает дома однозначно, потому что в салоне красоты навряд ли такое можно добиться, хотя не уверена, не уверена, возможно, возможно и в салоне красоты такие динозавры еще вводятся. Еще один вариант горящих корней, это человек таким образом пытается выйти в другой цвет и вот он, например, здесь ему цвет темный и он решил, так следующее окрашивание, мне слишком вот это темно, мне хочется что-то посветлее и вот я буду значит тут осветлять, другую краску берет, окрашивает и постепенно-постепенно вот эти корни они срастают и вот эта вот полоса невозможная, корни эти какие-то рыжие и основная масса волос какая-то непонятная в итоге, потому что там смешиваются разные цвета краски, это конечно полный трэш. Таким образом вы просто делаете из себя Фросю Бурлакову. Такие моменты сразу делают человека гораздо неаккуратнее, что ли, вот как-то не так, но голова, волосы это же по сути наше все, мы же должны за этим следить, мы должны как-то к этому относиться более профессионально и правильно. Поэтому, друзья мои, этот ролик я вам рассказала как нужно осветлять волосы и придерживаясь этой техники, вы таким образом сохраните свои волосы однозначно, вы сможете их отращивать, они не будут у вас отваливаться. Я лично на своем парикмахерском пути видела огромное количество вот этих прием-прием антенн, когда человек хочет отпустить волосы, но у него не получается это сделать. Как только ты узнаешь как он красится, сразу понятно все! Конечно он полностью наносит всегда краску осветляющую по всей длине. Какой волос выдержит? Никакой! Никакой! Даже у африканцев бы поотвалилось бы все! Нет, так не делается! Это очень важно! Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман, до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok